Поэтому, учения, если Россия в этом заинтересована, в этом году, Запад они называются или как? Запад, да. Запад 2017. Когда-то было мое предложение Путина. Давай будем проводить учения, большие, малые, через два года. Один год у вас, второй год командно-штабные учения, через год у нас. И так по очереди. Настало наше время. И мы примем эти учения. Мы пригласим, это будет открытое учение, мы пригласим всех, чтобы видели, что мы ни на кого не собираемся нападать. У нас такой цели нет. Не дай Бог, мы станем агрессором против какой-то страны. Это, конечно, немыслимо. Но не дай Бог, мы будем прокляты Господом Богом на века. Поэтому у нас только оборонная позиция. Только. Говорят, военная база. Вот базу не... И что в России я это слышу? Да бросьте. Кому нужны эти 10 самолетов, которые Россия хотела посадить... Где это? Под Березой? А, Баранович. Нет, не в Барановича. В Бобруйске. Надо воссоздать, а Путин говорит, надо воссоздавать. Надо создавать этот аэродром. Там уже взлетную посадочную полосу наполовину разобрались. Зачем 10 самолетов? Я говорю, вы дайте мне эти 20 самолетов? 20. У нас отличные пилоты. У нас отличная школа. Вы знаете, что мы воюем не хуже на военных самолетах. Вы нам дайте 20 самолетов? Мы же единая группировка. Нет. Шойгу хотел это. Я говорю, теперь давай рассуждать по военному. Что дает эта база? Что такое в современной войне против НАТО, допустим, самолет? 10 минут боя. Он взлетел и его нет. Война сегодня другая. Это в Сирии можно летать, когда нет системы противовоздушной обороны. Там можно лететь. У игиловцев нет систем ПВО. У нас, даже вот в Беларуси, ты взлетел где-то за 200 километров, мы тебя видим. И твоя уже жизнь сочтена. И потом, что такое аэродром на переднем крае театра военных действий? Не дай Бог, война, две ракеты на взлетно-посадочной полосе, ни один самолет не взлетит. Так или нет? Зачем их сюда? Время подлета, это уже слова Путина, да, ты прав, говорят. Так мы со Смоленска время подлета 4 минуты. Я говорю, ты прав. В таком случае, зачем с военной точки зрения эта база? Он мне здесь, во Дворце независимости, когда обсуждают, ты абсолютно прав. Не нужна эта здесь база. Зачем тогда, перед президентскими выборами, когда вроде бы какие-то телодвижения с Западом пошли, мы базу здесь хотели? Так не базу. 20 самолетов или 10 посадить хотели и чего-то. Что? Это демонстрация. Она нам нужна, эта демонстрация? Нет. У нас своих хватает таких самолетов. Но если еще 20 вы перебросите сюда, нет вопросов. Накануне чемпионата мира, в этот разгар спора, я им предлагаю, давайте звено истребителей, безопасность должна быть обеспечена, все-таки мировое первенство и так далее. Давайте вместе. Они перегнали тот 5 или сколько самолетов? 4 барановича. Россиянин, белорус. Отработали. Я думал, ну, отработали, хорошо, оставят эти самолеты. Нет, забрали. Давай базу. Зачем? Все уже отработано, все нормально с точки зрения военной. Пусть служат дальше русские человек и белорусы в одном самолете. Нет, забрали, давай базу. Вот такая волокита шла. Да я сделал вывод, что это чисто, ну, это не военное предложение. А какое? Думайте сами.